Омский трамвай отмечает 80-летие. Этот вид транспорта известен как самый экологичный, безопасный и долговечный. Однако с каждым годом на омских улицах красных вагонов остается все меньше. А в городе растет поколение, которое не то что никогда не каталось на трамвае, ни разу его не видела даже. Екатерина Хлемязева продолжит. Семилетний Артем раньше никак не мог понять, что это за вагончики на рельсах. Там, где он живет, трамвайных путей нет. Так что эта поездка первая в жизни для него настоящее приключение. Это было супер, но только шумно. Понравилось, что у водителя нет руля. Нет руля у водителя? Да. Я уверена, он там управляет рычагами. Это сейчас на рельсовый транспорт приходится всего 4% пассажиропотока. И целое поколение маленьких омичей ни разу не ездили на трамвае. А в советское время он был главным средством передвижения. Строили новые ветки, пришлось даже открыть второе депо. Уже планировали открывать третье. Особенно популярен был маршрут на левый берег. Там очень большой наплыв был пассажиропотока. Учили центры утром и вечером. Там толпы стояли. Потом администрации пришлось вагоны сцеплять. Называется это по системе многих единиц. Их хоть 40 штук сцепляй. И они как электричка будут ходить. Все изменили 90-е. Финансирование на закупку и ремонт трамваев резко сократили. Из 24 маршрутов осталось 6. Из двух депо сделали одно. В нем 90 трамваев, средний возраст которых 25 лет. Первая ветка вела из нынешнего центра города к ЖД вокзалу. Вот здесь была та самая первая конечная остановка трамвая. Сейчас эту площадь оккупировали уже новые виды транспорта. В борьбу за омский трамвай включились общественники. По их мнению, гибель рельсового транспорта в мегаполисе может привести к параличу транспортной системы. Были города, где ликвидировали трамвай. Но ни к чему хорошему это не привело. Тогда все будут стоять, задыхаться от выхлопов бензина. И людям будет некомфортно. Они будут стараться уехать из города в другой город, где комфортно, где развить транспорт. Впрочем, в Омской мэрии ставку сделали на автобусы. А поддержки рельсового транспорта в ближайшем будущем не предвидится. Разве что чиновники ждут пять списанных трамваев из Москвы. Даже поддержанные они в куда лучшем состоянии, чем омские. Екатерина Хлимьязева, Александр Лысак. Новости здесь. Омск.